и всем привет дорогие дружицы мне как обычно я паша и вы находитесь на моем канале и сегодня мы с вами будем играть в такую как кар механик симулятор 2021 года как вы помните в серии про танки я обещал вам что если мы наберем хотя бы 5 лайков то я запишу для вас кар механик и на мое удивление на этой серии уже где-то 10 лайков и там кто-то оставлял очень даже хороший комментарий огромное вам всем ребят спасибо я даже не думал что вот так вот все выйдет но как бы я свое слово держу 5 лайков мы с вами набрали поэтому я записываю кар механик симулятор я не знаю почему это видео это видео таком понравилось наверное из-за продолжительности потому что короткие видосы что-то вам не заходят а вот такие длинные заходят сегодня мы с вами будем не просто выполнять чей-то заказ как вы видите у меня тут уже стоит вот такой вот люкс класса какая-то старая тачка я нашел разваленный затюнил у меня сейчас на балансе миллион шестьсот тридцать тысяч это говорит о том что я уже не новичок в ремонте поэтому это не первая машина которую я уже починил давайте сейчас мы с вами отправимся на свалку и на свалке уже будем выбирать машину которую мы будем прокачивать и тюнить под именно тюнить потому что мы с вами будем делать ей все максимально тюнингованно то есть если у него отличный движок то мы будем вставлять туда по максимуму тюнингованных деталей денег хватит денег хватит не переживайте так вот наша свалка я уже вижу сразу две машины это у нас рипсан то бишь не сам и супра довольно таки интересные две машины 2 и пушки но давайте еще поищем так вижу какой-то супер старый mercedes 67 год какой-то вот такой а это что за движок это у нас и 6 понятненько понятненько еще какая-то . я вот знаете хочу найти что-нибудь прям вот не оригинальной марки а вот именно то что придумала сама игра не знаю почему-то мне про хочется что-то такое найти это что у нас это бэха кстати называется она тут фмв или фвм не столь важно опа это у нас минут не ролл не это не rolls-royce же правильно или это rolls-royce не это rolls-royce похоже честно ребят машинах не разбираюсь что тут по двигателю до 6 взяли себе на заметочку так сказать что у нас тут есть еще о какой-то джипар ландровер до ландровер я знаю что я какие-то машины возможно пропустил ребят вы меня строго не судите но я хочу взять у мустанг солен спектр фастбэк я хотел взять rolls-royce но принял решение взять мустанг всего лишь 6700 6746 это вообще не деньги поэтому возвращаемся обратно в гараж ну вот мы как говорится у себя дома и да вот он наш ford мустанг он стоит на кирпичах давайте мы сейчас всего отправим на автомойку помоем его что он прям красивенький получите салон а ой так ребят ну короче вот такой мустанг это нужно специально для картинки в конце видео чтобы сравнили так сказать что вот в начале и что будет в конце давайте его красивенько куда-нибудь поставим на площадку например c вот такой вот ребят мустанг короче мы нашли запоминайте или не запоминайте как он выглядит потом сравним с конечным результатом ну да сейчас вообще развалюха конкретно теперь давайте все мы обратно в томой я крутой скрин сделаю и моем его так мальчик обслуг включим да это вообще машина и или что так идем в гараж на подъемника да чувствую придется повозиться нам сегодня но ребята это не проблема давайте сейчас масло сборничек перенесем масло сольем кто бы сомневался тут масло и нету так коробка передают даже карданный вал есть это редкость карданный вал добавляем список снимаем так коробку подождите ка стартер и коробку мы тоже добавляем список все опускаем и пока опускается покупаем тюнинкованную коробку покупаем вал и в электронике покупаем старте пока что все остальные стали купили эти можем продать открываем капот бежим контователю извлекаем движок этот движок а это у нас еще и супер charger так ребят мы сейчас из этого сделаем такую гонку швам это снится потом страшных снах будет 82 карбюратора у хв супер charger ну в этой игре есть только один такой двигатель мы будем создавать новую потому что нам надо его тюнить полин вот где я уже попустил вот он супер charger наш ну все и начинается теперь как по мне самая интересная часть сборка движка так идем в тюнинг покупаем здесь катушки всякие топливные фильтры а тут блок цилиндров и ребята сразу же предотвращаю комментарии по поводу блин ты не до конца засунил детали буду на тюнингован а там за гаражом есть контейнер которым можно тюнинговать далее еще больше я знаю ребята прекрасно это все я все это прекрасно знаю но просто для меня это как-то долго что ли поэтому в принципе так хватит насос гидроусилителя так отлично были провода мешают теперь не будут пишет что это мне купил колено все отлично фильтр генератор возможно конечно покупать обычные детали удобнее и с этим я соглашусь потому что не надо постоянно бегать то в тот магазин то в другой магазин ну согласитесь для меня это нормально так ротор сразу наперед и крышка крышка распределителя и раз у нас двигатель в 8 то и провода в 8 опять же ребята вы к сожалению не видите то чего я пишу но я просто пишу название стали поэтому вы если что не обижайтесь и кольца вот они наши поршневые кольца 8 штучек мы пока а стоп-соп-соп-соп-стоп-стоп-стоп стираем идем магазин коробок передач покупаем муфту идем в коробку здесь покупаем диск муховик и нажимной диск и вот так вот мы с вами ребят хлопнули сразу десятерых зайцев если так можно сказать накупили детали на все случаи жизни не но что детали пригождаются в жизни как бы да это народная мудрость полностью мы с вами собрали сцепление теперь давайте вставлять наши тюнингованные поршни сейчас будет головка блока цилиндров она тоже есть тюнинги блин похоже нам придется втыкать штифты или как это называется давайте купим головки сразу 9 мощи к двигателю представляете а еще учитывая то что у нас тут будет турбо наглядание не чтобы наглядать на короче воздухозаборник то это будет прям вот вообще монстр штанги-толкатели вот я ненавижу вставлять но придется лично выпускной коллектор шестерня распредвала выпускной коллектор в 8 и две штуки на шестерни тут нет штанги нет выпускной коллектор нагнетатели шестерня мы покупаем такую и штанга толкатели 16 штук если меня не изменяет память надо и чтобы потом не лезть опять магазин мы покупаем кара мысла тоже 16 штучек и грм в 8 тут нам нужна крышка грм в 8 охв вот она и цепь в 8 охв так ну вроде опять же все что мне надо было купил так ставим шестеренку цепочку и крышкой закрываем дашки выводенные насосы кстати ребят этот движок я уже собирал но это была печальная история потому что у меня вот этот вот машинок вот эта вот машина которую вы видели только что в начале видео очень печально с ней получилось потому что у нее был капот с вырезом для турбонадула этого ну блин я не знаю как это называется воздухозаборник для этого воздухозаборника который показан на этом двигатель я думаю вы поняли о чем я я такой блин у него в ну как бы по паспорту заявлен другой движок там просто двигатель один карбюратор я такой ну не уже не зря делом вырезали капота поэтому я решил собрать ему вот этот движок который два карбюратора в итоге он туда не поместился но я тот движок который был изначально продавать не стал потому что я понимал что если он не вместе с притязаном пересобирать поэтому это получилось печально зачем машине делать вырез для вот вот такого воздухозаборника если этого воздухозаборника как бы нету в двигателе это очень странно но ладно крышка головки двух цилиндров значит понял когда играл эту игру что во всех тренингованных деталях присутствует либо красный либо серебряный цвет вот например провода зажигания они все красные но например вот выпускные коллекторы вот видите он серебристый а больше цветов и нету тенингованных деталей тут например вот видите эти штуки красный так у нас тут нагнетатель офигеть можно просто здоровая бандурина здоровенский просто так карбюраторы две штука фильтр воздухозаборника тоже два штука и сейчас сам воздухозаборник да вот это покупается только в главном магазине почему-то тенингованного такого нет к сожалению но уже выглядит монструозно так приводной ремень нагнетателя блин опять я забыл про вот эти скобы вот эти скобы реально меня бесит просто стоп я не одну скобу купил сейчас так все точнее как все все только с левой и центральной стороной сейчас собрать правую и все и будут все кстати в конце этого видоса я думаю мы с вами на этой машине прокатимся затестируем ее максималку серым звук короче соберем ее прям по полной а пока что давайте буду на паузу соберу движок сам вы просто гляньте на этого монстра реально капец так снимаем идем к нашему супер крутому мустангу и ставим контовательно больше не понадобится просто встречи как раз этим так теперь давайте куплять все что тут у нас не поставлено а точнее пол машины еще закупить надо предохранитель и тут пачка целая нету одно лишь реле а осталось так давайте закупаться радиатор бачок стеклоомывателя бачок гидроусилителя усилитель тормозов так все тут уже поперли деталь из электрики и электроники аккумулятор два предохранителя а два предохранителя б 4 реле а 1 реле ц и блок предохранитель б и я не отметил крышку опять у меня включен капслуг крышку мы тоже забираем все стоп 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 продаем ненужные детали потому что было у меня дело одну я такой смотрю вот сутачку собрал а там какая-то деталь тридцатипроцентная то есть не стопроцентно от тридцатипроцентная по состоянию я тку в смысле чё а в итоге получается что вот тут вот была нормальная деталь а тут плохая и я нечаянно нажал на д и эта деталь поменялась и поставилась плохая я этого естественно не заметил и пришлось опять этот предохранитель пересним переснимать потому что это да как раз таки предохранитель поэтому я всегда теперь продаю детали после того как я их ставлю так все похоже что стороны двигателя все теперь поднимаем машину хотя давайте-ка сначала с нее все снимем сейчас все снимем просто все потому что состояние 30 процентов это вот вообще не круто кстати у меня есть блатные номера каких вы еще не видели никогда все похоже все снял все это продаем точнее этих номеров у меня к сожалению сейчас нет они у меня были но я все потратил значит за счет таких так что мне сейчас надо я нечестно поставить пробки стартер не зря его покупал выхлопные трубы средние глушители можно снимать и задние глушители опять же идем тюнинг и все это покупаем этих два и вот этих два все можем одевать только сначала опять же чипраль продадим плохие и одеваем нормальный лучше и как надеваем ставим все отлично я ребят вот дело сначала собираю заднюю часть ну тут кстати что хочу сказать все печально тормозной барабан барабаны тормозные колодки полуось тормозной цилиндр тормозной щит 4 задний кулак а это рессорная подвеска стремянка листовой рессоры ненавижу заржавевшие болты листовая рессора так тут еще должен быть задний амортизатор и топливный бак с этой стороны повторяем все то же самое такое уже ничего не добавляем список потому что я так сказать пойму сколько там нам всего надо сайлентблоки кстати я тоже не добавляю список потому что какой-то период игры я просто решил накупить себе дофига сайлентблоков потому что сайлентблоки это те детали которых реально нужно очень много все все фиговенькое продаем и погнали покупать барабаны тормозные колодки этого у меня нет в списке потому что этого не было машине этот тормозный барабан тормозный барабан тут сразу и тормозной цилиндр лежит можно его тоже купить полуось заднего ведущего моста тормозной щит 4 задний кулак четыре стремянки подкладки две штуки листовых рессор тоже две штуки амортизатора две штуки так топливный бак у нас один и задний ведущий мост один и хотелось бы заглянуть сюда и сюда написать тоже топлива и купить топливный насос так все ребят давайте я щас все это быстренько поставлю и продолжим если вы вдруг не поняли и сидит такие блин а где эти сами пружины которые такие опа опа смягчают движение а это вот посмотри название рессорная подвеска то есть тут не пружины а именно рессоры и сейчас начинается тоже довольно интересная часть это колеса запоминаем 295 50 15 295 50 15 все правильно и 4 штуки и диски магазин дисков так диск 15 15 все четыре штуки покупаем и теперь одеваем все эти колесики забортировать я ребят чтоб лишнее время не тратить вот как делаю я одеваю одно колесо снимаю одеваю второе и пока оно одевается как раз балансирую одно колесо все я добалансировал и колесо уже сразу новое подоспело реально ведь так быстрее опа тут забираем тут забортирую за как сказать тут забортируем забортируем страны слов конечно забортировать надеть шину на диск и все 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 шины забортировали от балансировали теперь можем ставить вот такие красивые колеса прям здоровые у меня есть кстати подозрения небольшие блин так знал вот это ж мустанг ну зачем я это все делал тут отличаются эти передние шины то есть смотрите тут диск то такой же но шина то смотрите двести двадцать пять уже они двести девяносто пять так знал я вот видела что блин все таки слишком какие-то большие сзади шины наверное впереди они меньше должны быть кстати я первый раз таким сталкиваюсь потому что ну реально что впереди там шины дольше впереди меньше ну ладно в принципе труда не составит нам надеть их еще раз вот видите эти уже значительно и меньше чем вот эти гигантские хотя да эти мустанги они же довольно часто использовались в драк гонках а там у машин почти зачастую ребят я думаю вы знаете что задние колеса больше чем передние все вот так то лучше так то лучше так ну что теперь осталось переднюю часть вот переднюю часть я люблю меньше всего потому что как будто если задняя часть это у машин каждый своя то передняя часть никакой уникальности не представляет кстати дар тормозные диски насчет их заходим тормоза и покупаем самые дорогие на углероде и на керамике да потому что могу себе позволить так сказать так покупаем поршень но не тот о котором подумали а поршень тормозного суппорта и две дисковые тормозные колодки эта машина у нас старого образца поэтому там сзади получается что тормоза на тормозном барабане а передние тормоза уже нормальные давайте сейчас закупим все что нам надо колпак ступицы подшипник ступицы сама ступица передний тормозной щит наконечник рулевая тяга и рулевая рейка тут ребята уже вам решать что для вас интереснее потому что как для меня лично интереснее вот эта игра чем танк механик симулятор потому что ну как бы как будто тут как-то разнообразнее что ли ну как будто в танк механик симулятор так таковой уникальности особо нету потому что типа ты просто нашел танк нажал одну кнопку сразу все детали купились все остальные детали отправил на ремонт и все и как бы сразу просто все ставишь а тут уже нет тут надо каждую деталь отдельно покупать можно тюнинговать кстати хотя в танках тюнинговать детали не обязательно ну просто не знаю для меня как-то эта игра она знаете более какая-то интересная ну тут уже реально решать вам ребята может для вас солнце of the forest записать просто слышал там знаете недавно вышла эта игра я такой сижу еще такой думаю блин может записать типа не вышло недавно наверное она сейчас на такой более-менее хайпе почему бы и нет реально кстати если хотите чтоб я записал для вас солнце of the forest опять же набираем 5 лайков на этой серии и я записываю для вас солнце of the forest возможно там все сейчас будет смеяться типа чувак просит 5 лайков какой же он типа такой малоизвестный но для меня поверьте ребят то что вы набирали 10 лайков на той серии еще и написали мне такие комментарии там типа хороший контент всякое такое реально ребят огромное вам спасибо тем кто это писал к сожалению телефон у меня сел ники озвучивать сейчас не смогу но реально огромное вам спасибо за поддержку наберем 5 лайков как я уже и сказал запишу для вас солнце of the forest так ну а мы тем временем полностью разобрали переднее днишко продаем все детали и кстати стоп 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 чуть не забыл подвесочку то отдельно нужно тоже одевать подвеску что я несу амортизатор а точнее пружину то есть вот вот это вот пружина должна быть господи должна быть вот тут но так как это рессорная подвеска там ее нет я думаю логично да но опять же давайте ребята я уйду на паузу и когда все починю уже вернусь не ну ребят ну просто гляньте что за французский бонжур реально какие красивые эти тормозные диски так все последняя деталь это у нас колесо и как я понял да рама 6 процентов не понял сейчас а тоже очень важный момент я когда свои первые машины собирал я не понимал в смысле 6 процентов рама это же то что под машиной почему 6 процентов то я все собрал а оказывается надо было просто сварочным аппаратом поработать сейчас просто смотрите как изменится наша тачка вот и все и она так сказать это отбеливание произошло и вот теперь у нас уже это 100 процентов все осталось ее только так сказать одеть потому что она сейчас голая ну если так можно выразиться поэтому мы с вами идем в магазин тюнинга деталей у нас разные виды фар кстати даже есть и покупаем тут детали багажник стекло да у меня скалил склероз и что мои подозрения оказались правильными задних бамперов там не было так это пропускаем передний бампер дверь зеркало и два стекла все монтаж крыло капот так фары давайте смотреть какая красивее я думаю более темная красивее смотрится две разные я думаю одевать не будем потому что это мы это как-то очень странно выглядеть будет зеркало так сзади тоже раз уж я сказал про темноту тогда давайте вот такую более темную данная как будто с узором такая красивая все номерной знак совсем забыл совсем забыл номерной знак у нас будет вот такой вы что что-то имеете против ухаю или что я не понял специально купил через ри потому что я думаю что еще буду записывать видео и наберли знаки мне понадобится все 95 а ну наверно знак вот теперь 100 и теперь нужен интерьер так монтаж а так тут одноместный мустанг ясненько ясненько так интерьер такое вот сиденье и вот такой вот старый гоночный так неужели это все и да ребята это все только еще не самый момент как сказать подводить итоги потому что надо его еще покрасить я думаю что для него подойдет идеально какой-нибудь вот такой цвет я обычно крашу в металлик потому что это красивее вот такой вот красавец и комплекты наклеек там полоску знаете одна полоса или две черные две черные конечно же это прям брутально все ребят время подводить итоги так сказать вы просто посмотрите во что превратился наш мустанг вот просто сравните с тем что было какая-то ерунда да и просто что с ним стало просто красотища но это еще не все как я уже сказал давайте попробуем на нем проехаться просто стоят нет это не так делается давайте сядем ехать а я живу еще не залею давайте залить масло залить маслу надо зальем масло и надо еще поправить колеса потому что и потому что колеса у нас смотрят одно на нас другой на кавказ ну честно я доволен этой машины я не буду наверное продавать пускай она также стоит возле моего гаража как и вот это вот фиолетовая я кстати не знаю нужно ли в этой игре наполнять все чтобы тебе разрешили поехать на этой машине но я наполнил лучше все больно охлаждайку не залил я думал уже все охлаждаться кстати в этой игре два типа именно заливной горловины либо в радиатор заливаешь сразу же либо в бачок а уже из бачка на переход в радиатор все и совсем забыл совсем забыл в диагностику все ребята я думал давайте не будем уже катиться и ты и так уже в принципе довольно таки долго записываю эту серию для вас я очень устал хотя кого и обману ничего я не устал просто как-то уже знаете не хочется не катиться так фары отрегулируем давайте просто проверим сколько мы прибавили и лошадиных сил это отрегулировали и эту создавайте все теперь идем динам стенд и сейчас мы посмотрим сколько мы прибавили лошадиных сил так тишина в зале заводская мощность 508 лошадиных сил начинаем почти косарь лошадиных сил ну нифига себе и 844 hm я честно ребят не знаю что это подскажите в комментариях если вы знаете ну а мы сегодня с вами будем заканчивать ой ну а мы с вами ребята будем заканчивать сегодня мы с вами на свалке нашли раздолбанный мустанг мы его отреставрировали и теперь он стоит у нас во дворе просто красавец вот реально если не красавец для вас то я не знаю что вам еще для счастья надо наберем 5 лайков под этим видео я сниму еще одну серию по этой игре и солнце of the forest то есть две игры у вас есть возможность посмотреть у меня на канале если мы наберем всего лишь каких-то 5 лайков если вам понравилось это видео то ребята пожалуйста поставьте лайк напиши подпишитесь на мой канал если вы этого еще не сделали напишите какой-нибудь позитивный или же креативный комментарий или же отправьте это видео всем всем друзьям ну а я желаю вам огромной удачи ребята и всем пока пока